Всем добрый вечер, я был Александр Бриневский. Еще пара таких подводящих упражнений к броскам, когда мы спиной разворачиваемся к парню. Ну, бросок через спину, через плечо, да и к бедру подойдет немножко. Используем то, что у нас есть. Партнер забирается наверх, вот сюда, да? Берем захват, который мы будем бросать. Допустим, я беру односторонний захват. Подворачиваюсь под него. И моя задача положить его спиной на спину таким образом, чтобы у меня вот эта рука... Нет, пока не вались. Вот, чтобы рука была... Я выдержал на руке. То есть, не вот сюда положил, неудобно, как у меня замет. А взял захват. Вот. Подтащил вот сюда. Левой рукой тащу, всей спиной. Сделал два-три шага вперед и... Уронил. Работает таким образом. Работали. Добирайся. Так. То есть, два-три шага почувствовать. Для того, чтобы просто почувствовать, что вы его на спине держите. После этого берем захват. Берем захват. И партнера слегка дернули. Вот, не сильно. Дернули, и партнер пошел вперед. Моя задача, похватить его движение. То есть, дернул, он подворачивает. И роняем его. То есть, не упираться вот отсюда. Не тащить сейчас его вот сюда. Не напрягаться. Взял, могу чуть-чуть дернуть. Вот. И он пошел на меня. Он пошел на меня падать. И отсюда моя задача резко подвернуться. Если я буду долго подворачиваться, это плохо. Это плохо. Если я, например, долго подворачиваюсь, значит, он уже на самом деле уйдет. Обойдет меня. Задача подвернуться резко. То есть, дернул. Он подворачивается отсюда. И вкладываюсь полностью. Чем хорошо еще ронять на мягкий мат, партнер не боится падать. Вы не боитесь полностью вкладываться в бросок. И идет полностью ускорение в конце движения. Вот такие использования мата, использования возвышенности для того, чтобы хорошо подворачиваться всей стеной, энергично, вовремя, когда партнер уйдет на меня чуть-чуть. Вот добавление подработки под водящим броскам через спину. Спасибо.